Первый президент независимой Польши и лауреат Нобелевской премии Лех Валенца в понедельник вручал в Гданьске награду своего имени. Обычно её вручают частным лицам, но в этом году премию присудили движению «Евромайдан», а фактически сотням тысяч людей, выходившим на митинги против Фиктора Януковича, и его решение отвергнуть соглашение с ЕС в пользу договора с Москвой. От имени сторонников европейского выбора награду получили активные участники протестного движения. Нынешний мыр Киева Виталий Кличко и певица Руслана. Валенца, символ борьбы за независимость коммунистической Польши от власти Москвы, подчеркнул, что сейчас Украина находится в куда более трудном положении, чем зимой, а потому украинцев следует поддерживать, так же, как демократический мир помогал независимой Польше после выхода её из Советского блока. В своей речи он упомянул обязательства, принятые на себя Россией, США и Великобританией, обеспечивать целостность границ Украины в обмен на её отказ от ядерного оружия в 1994 году. «Крупнейшие страны дали Украине гарантии, когда разоружали её», – заявил Валенца. «Гарантии её целостности и защиты её интересов. Эти обещания были выброшены в мусорное ведро. И поэтому мы не можем, свободный мир не может согласиться с этим». Премию учредили в 2008 году. Её вручают за вклад в борьбу за права человека. «Эта награда – медаль миллионам украинцев, которые желают жить в современном демократическом европейском государстве», – заявил Виталий Кличко. Во время беспорядков на Майдане зимой этого года погибли около ста активистов и сотрудников правоохранительных органов. Жертвами начавшихся весной на юго-востоке Украины боевых действий стали более 3000 человек.